Больше двух десятков встреч. Арифметика для тех, кто любит рассуждать о международной изоляции России. Переговоры с министрами иностранных дел Германии, Бельгии, Нидерландов, с президентами Молдавии, Сербии, с генсеком НАТО и главой европейской дипломатии. Почти на каждой из этих встреч, помимо традиционной двусторонней повестки и актуальных вопросов, коснулись и ситуации в Венесуэле, где США при поддержке некоторых европейских партнёров в очередной раз пытается подменить международное право собственным политическим капризом. Западные страны, понимая, что в многополярном формате им трудно навязывать свою одностороннюю повестку дня, начинают искать пути обойти универсальные институты, такие как Организации Минных Наций. И вот получается, что если руководствоваться международным правом, закреплённым в том числе в уставе ООН, то венесуэльский кризис является их внутренним делом, и международное сообщество должно призывать венесуэльцев найти решение между собой. Аналогично Вашингтон пытается вести себя и в отношении кризиса в Донбассе, несмотря на то, что региональные конфликты одна из тем Мюнхенской конференции. Очередного раунда переговоров в нормандском формате на этом форуме запланировано не было. Ведь обсуждать новые обязательства можно лишь после того, как были выполнены старые, чего Киев с разрешения своих американских покровителей делать, похоже, не собирается. Представитель США по украинскому урегулированию, господин Курт Волкер, пытаясь убедить нас и всех остальных, что нужно сдвигать процесс с мёртвой точки, придумывает правила взамен Международного правового акта в виде резолюции СССР. А его правила гласят, что выборами должны заниматься не Киев, Донецк и Луганск, как об этом записано в Минских договорённостях, а ООН. Вряд ли станет сенсацией на международной арене и признание продюсера BBC. Риам Далати почти полгода занимался расследованием инцидентов в Сирийской Думе, где правительственные войска якобы применили химоружие. И пришёл к выводу, что съёмки белых касок были постановочными, иначе говоря, фальшивкой. Именно на этом с самого начала настаивала российская сторона. Теперь об этом же говорит и журналист британской медиакорпорации. Только вот западную риторику такое признание очевидного изменит вряд ли. Ну, я думаю, Запад всё это прекрасно понимал с самого начала, потому что именно отдельные западные страны эти провокации устраивали, в том числе через печально известные белые каски, гуманитарные организации, главе которой стоит бывший сотрудник МИ-6. Поэтому те западные страны, которые в этих провокациях не участвовали, я думаю, тоже понимали абсурдность тех обвинений, которые звучали. В финальной встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности для российской делегации стали переговоры Сергея Лаврова с японским коллегой Тара Кона. Они продолжались почти полтора часа и касались в том числе заключения мирного договора двух стран. Никаких искусственных сроков для подписания документа, по словам Сергея Лаврова, что Москва ставить не будет, ведь первый шаг на этом пути остается непреложным. Безальтернативное признание Токио итогов Второй мировой войны и суверенитета России над всеми островами Курильской гряды. И эта позиция остается неизменной. График такой, что цитата «спины не разогнуть», признался Сергей Лавров, по оценке которого все проведенные в Мюнхене встречи были конструктивными и продемонстрировавшими заинтересованность партнеров в нормализации отношений. И пусть пока этого не произошло, однако, по словам министра, слушать Россию стали больше, а значит, есть шанс, что наконец-то еще и услышат. Анастасия Ефимова, Артемий Ченков, Вести, Мюнхен, Германия.